Перед нашей общей молитвой прочитаем из Псалма 102, выборочно с 1 по 13 стихи. Псалом 102, с 1 стиха. Псалом Давида. Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. 8 стих. 9 стих. 10 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 стих. 11 стих. 10 стих. 11 стих. «Луби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепостью твоею». Вот те же самые слова, как вся внутренность, весь «я» пусть прославит Господа. «И вся внутренность моя – святое имя Его». «Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его». Вы знаете, один из самых ужасных пороков человечества – это забывать то доброе, что было сделано. И еще хуже, когда это относится к самому Богу, который постоянно, мы говорим ежечасно, ежеминутно, ежесекундно, заботится о нас с вами. «Не забывай всех благодеяний Господа». О каких благодеяниях идет речь, можно спросить. И Давид продолжает. Каких он имеет в виду? Он прощает все беззакония твои. Каждый человек нуждается вот этом, может быть, коротком, но важнейшем слове – прощением. Прощение беззакония. Нет ни одного человека на земле, который бы не согрешил. Библия так и говорит. Нет праведного ни одного. Все согрешили. Нет, не окажется, никогда ранее не было, никогда позднее нас не будет, ни одного святого, абсолютно безгрешного, за исключением Иисуса Христа самого. А это значит, что я и вы чрезвычайно нуждаемся в прощении. И в человеческом, и особенно в Божьем прощении. Интересно, если заметить тот отрывок, что мы с вами прочитали, подавляющее большинство стихов говорят именно о прощении наших с вами грехов, беззаконий. К примеру, в 10 стихе «Не по беззакониям нашим сотворил нам». 12 стих «Как далеко восток от запада, так удалил от нас беззаконие наше». 13-й «Как отец милует, сынов так милует Господь». И тут еще в 9 стихе «Не до конца гневается и не вовек негодует». И тоже речь о наших с вами грехах. Вероятнее всего, это самая большая нужда человечества, моя и ваша, состоящая в прощении грехов. Каждый является грешником. И самая большая, повторяюсь, нужда, чтобы Бог простил, очистил, чтобы загладил нашу вину, чтобы Он помиловал, чтобы не за грехи нам воздал, а по милости воздал нам. Он прощает все беззакония твои. Писание говорит нам, что Господь радуется, когда мы приходим к Нему с такими просьбами, чтобы Он простил нам. Вот как к любящему отцу мы приходим и говорим «Прости, отец, я понимаю, что я виноват, что я огорчил, оскорбил твое любящее отцовское сердце». Давайте почаще приходить к нашему Господу с действительно реальным осознанием и просьбой о прощении наших с вами личных грехов, согрешений, недостатков и прочего, что действительно много есть на нас с вами. В третьем стихе вторая его часть «Исцеляет все недуги твои». «И кто из нас, находящихся здесь, ни разу не обращался бы к Богу с просьбой, чтобы Бог его исцелил?» Ну, может быть, кто-то очень-очень маленький, и то даже дети, когда им больно, часто даже и по нашей с вами родительской просьбе, подсказке, также взывают к Богу, чтобы он исцелил. Но чем старше мы становимся, тем более мы многократно взывали и взываем, особенно когда очень больно, чтобы Господь действительно исцелил. И Господь делает это. И будем благодарны Ему за те исцеления, которые Он посылает нам с вами. Четвертый стих. «Избавляет от могилы жизнь твою». Я уверен, что миллионы, даже, возможно, миллиарды людей на этой планете и ранее, и сейчас, в минуты страшной опасности, возможно, в минуты смертельной опасности, взывают очень коротко к Богу. «Господи, спаси!» И Господь спасает. Господь отводит беду, избавляет от могилы жизнь твою, пишет Давид. «Венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое». И это речь о наших с вами молитвах. Что мы просим, желание наше выражаем пред Богом. Писание нам говорит, чтобы мы открывали наши желания с благодарением, открывали наши желания Господу. И Господь, Он слышит, Он видит. Он силен послать даже больше, чем мы не только просим, а можем себе представить, что Бог может нам дать. Вот такой наш Господь. Вот Он так благословляет наши желания. Венчает нас, как вот венцом, как короной, милостью и щедротами. Щедр Господь. Он добр, Он благ. К такому Богу хочется приходить и открывать свое сердце, свои мысли, свои желания. Шестой стих. «Господь творит правду и суд всем обиженным». Тоже многократно на страницах Священного Писания Господь говорит нам с вами, чтобы, когда нас кто-то обижает, чтобы мы не мстили за себя, чтобы мы весь суд отдавали Богу. И Бог прямо называет Себя судьей, справедливым судьей. И вот здесь Он говорит, что Он творит правду и справедливый суд обиженным. Давайте не будем роптать ни на людей, ни на Бога, за каких-то сложных людей в нашей жизни, за то, что творится, возможно, неправедного вокруг нас с вами. Давайте обращаться к Богу, Который единый творит правду и суд. Господь наш с вами щедр, милостив, долготерпелив. И то, что мы уже с вами читали, что Он, в 13 стихе написано, «Как Отец милует сынов». Мы очень нуждаемся вот в этом отцовском попечении, в этой милости Господа. Давайте принесем наши сердца, наши переживания и нашу хвалу нашему Богу, Который действительно благ, действительно, как Отец благословляет нас с вами. Будем молиться. Аминь.